Всем привет, ребята, и это новая серия по охоте. В этом видео я нашёл игрока четвёртого уровня, который продавал свою BMW M5 F90. Вы, наверное, подумали, что челик на BMW скамер, но нет, ребята, история сложилась немного по-другому. Жми лайк, братишка, если ты тоже подумал, что челик на BMW занимается обманами. Не забывайте, ребята, что я играю и на Акве, и на Таганроге, а мой промокод вообще работает на каждом серваке и даёт 4 уникальных приза на старте игры. Пока что моя главная цель это добить на канале 110 тысяч подписчиков, поэтому прямо сейчас подпишитесь на канал, поставьте лайк на это видео, включите колокольчик, а также напишите комментарий. Ну и влепите бомжику на видео лайк по-братски. Короче, больше вас не задерживаю, берите что-то вкусненькое, присаживайтесь поудобнее, поскольку я желаю вам приятного просмотра, а также приятного аппетита. Начал свой рабочий день я с этого Фрапса, где мой подписчик обменивает свою Субару на фуловую Приору с доплатой 100 тысяч рублей. Но машина не полностью фуловая, а почти фулл, как сказано в условиях, и доплата, повторюсь, 100 тысяч рублей. Короче, мой подписчик написал условия, кидал их, подтвердил, и это всё затаймилось. Почему обмены имуществом каждый раз проводят именно мошенники? Ребята, учитесь сами проводить обмен имуществом, поскольку если это делает мошенник, то это 100% обман. А, так ещё и прикол условий в том, что моему подписчику доплатили 100 тысяч рублей, только Приору он эту не получил почему-то. Вот такая некрасивая ситуация случилась на авторынке, и сейчас мне нужно поймать этого челика в игре. Когда я всё-таки нашёл этого игрока, на аккаунте у него был 27 уровень на минуточку, и вообще уже другой никнейм. Нашли мы, кстати, его даже без администрации. Рикола как-то полазил по серваку, и ему удалось найти этого игрока. Давайте же посмотрим его хистери, чтобы понять, что это точно тот же самый кидал с Фрапса. Итак, на этом хистери я вижу то, что прошлый ник Муха Махаевич. А это как раз-таки тот самый никнейм с Фрапса, который обманул моего подписчика на фуловую Приору. Только сейчас этот парнишка уже не в низком классе, а ребята в среднике, походу продаёт фуловую BMW M5 E60. Я вот смотрю, что машинка, походу, реально фуловая, так ещё и на стробоскопах всяких. Короче, напичкана всякими приколами. В общем, я уже нахожусь на крыше высокого салона, со мной Рикола вместе, и я уже телепортировал нашего мошенника. Муха, здравствуйте. Ну что же, рассказывайте, как делишки, как зарабатываете у меня на серваке, чем занимаетесь в последнее время. Я вас телепортировал по одному очень важному вопросу. Надеюсь, вы уже догадались по какому. Он написал, что понял, почему я его телепортировал, но что-то кажется мне, что он не понял. Поэтому я объяснил ему про его обмен на Субару, который происходил на авторынке. И интересно, что он уже после этого ответит, поскольку отмазываться уже будет некуда. И он просто ответил, что не знает даже, что это за обмен был на авторынке. Забыл, походу, как он обменял Субару на Приору, так еще и игрока заскамил. Ну, короче, варианта два, пацаны. Поскольку челик не помнит, как он заскамил игрока на авторынке, нужно выдать ему бан. Так еще и при том, что он только что на авторынке пытался продать фуловую BMW M5 E60. Ну, по поводу Бэхи, это не точно. Это лишь мои предположения. Нужно было подольше за ним проследить. И тогда бы я уже смог сделать какие-то выводы. Но по поводу Приоры, вы и так все сами видели. Я сказал ему, что этот обман был тогда, когда у него был другой никнейм. На что он мне ответил, да я много раз вообще менял никнеймы. Ну, окей, а обман вспоминать мы будем вообще? Короче, ситуация такая. Признаваться он не хочет ни в какую. Просит меня показать ему какое-то видео. Хотя, видео, братишка, ты увидишь на форуме после того, как ты напишешь обжалование. Вспоминать, как он обманул игрока, он не хочет. Да и общаться особо тоже. Поэтому давайте же забаним его уже навсегда. В общем, только что мы с Риколой снимали видос, где вот этот Джек Шаров продавал ППС-ку. И мы так думали, что это кидало. Но во время разговора Джека и Рика подъехала вот эта синяя БМВ, которая сразу вызвала подозрение и у меня, и у Рика. Он пошел к этой синей БМВ, поузнавал, что там вообще и как, что по цене, что по прошивкам и что вообще по машине внутри. И сказал мне, что это, скорее всего, обман. Поскольку челик, который продает БМВ, вообще четвертого уровня. После того, как Рикола все обузнал о этой БМВ, мы пошли дальше снимать серию с ППС-кой. Поскольку Джек реально там дел натворил интересных. Но это вы уже узнаете в следующих видео. После того, как мы отсняли видео с ППС-кой, я все-таки нашел этого игрока. И он до сих пор не продал эту машину. Я так понял, прямо сейчас они договариваются о обмене, где Надик будет продавать свою БМВ Вите. Где Витя будет доплачивать 7 миллионов рублей. И еще плюс к этому, Витя Киваза должен доплатить ему машину 6х6 из Блэк Пасса прошлого. Ну все, в принципе, условия были написаны. Каждый из участников этого обмена согласен. Ну и я как бы это все затаймил, получается. Машинка почему-то выгрузилась. Наверное, Надик проводит какие-то махинации, чтобы подкинуть пацану стоковую БМВ. Или получается так, что обмен уже прошел, и как бы Витя должен передать ему 6х6 через БУ, получается. Ну или такое можно проделать даже через обмен имуществом. Только за такое тоже можно отлететь навсегда. Что-то я пока не понимаю, что происходит, поскольку в обмане я подозревал Надика, поскольку он был на очень заряженной БМВ на четвертом уровне. А пока получается так, что Витя не хочет отдавать ему машину, и походу, что он его кинул вообще на деньги. Причем нормальную такую БМВ он получил всего за 7 миллионов рублей. Такие сделки, конечно же, максимально выгодны. Короче, ситуация сложилась так, что Витя попросил его кинуть ему обмен, и сразу же после этого он взял и вышел просто из игры. На самом деле, я думал, что Надик окажется кидалой, поскольку аккаунт четвертого уровня, он его создал, скорее всего, совсем недавно. Откуда у него вообще БМВ, это мы еще узнаем. И, короче, Ак выглядел подозрительно, да и поступки его тоже. Я телепортировал этого парнишку для того, чтобы узнать, что вообще произошло. Хотя я и так все видел, но лучше узнать у человека прямо. Возможно, он расскажет нам что-то еще интересное. Но получилось так, ребята, что ничего нового он мне не рассказал. Просто рассказал фул ситуацию, которую мы с вами видели только что. И рассказал один забавный факт, что он вообще не фрапсил ничего. То есть, ему максимально повезло, что я был в слишком и следил вообще за всей этой сделкой. А тем временем, Витек Киваза уже залетел в игру, довольный, поскольку залутал нормальное бабло на аккаунте. На минуточку у него 31 уровень. И такого кидалу будет выгодно откинуть даже мне. Получается так, что я спасаю экономику. Сейчас забаним еще одни верты, и они уйдут с сервака, и уйдут вообще из-за бихода игроков. Я решил немного последить за этими парнями. И они приехали к низкому классу для того, чтобы пересесть на гелик. А вообще, откуда у такого пацана гелендваген на минуточку? Ну хотя ладно, 31 уровень занимается обманами, баблишко-то по-любому имеется. Ну что же, история сложилась так, что кидала это вообще не челик с синей БМВ, а Витя Киваза, который не передал машину по условиям договора. Ну что же, рассказывай, парнишка, зачем же ты обманул новичка, который просто хотел продать свою БМВ и выйти в плюс? В общем, заработать на перекупе. По поводу этого чела могу сказать одно. Он хотя бы не пытается отмазаться и сразу во всем признался. И готов получить бан навсегда. Только вот зачем он на таком аккаунте, на котором имеются и такие аксы, и скины, и 31 уровень, он начал заниматься обманами? И перед концом видео я решил проверить, не обманул ли его все-таки Надик. Он загрузил ту самую БМВ, показал мне ПТС-ку, и как бы все нормально. Витек, конечно, говорил, что он так больше не будет, не надо давать бан, пожалуйста. Но за такое я должен выдать бан навсегда, и дальше уже будем разбираться на форуме. Субтитры сделал DimaTorzok